Всем привет! С вами председатель. В Подмосковье лето, жара, погода замечательная, детвора купаются, загорает. Я очень рад, что нас становится искателей все больше. Мне многие присылают материал, присылают фотографии, видеозаписи с разных городов. Все начинают копать. Даже муха-цикатуха на пляже нам помогает. Я думаю, это хороший знак и мы на правильном пути. А тем временем наш знакомый исследователь Джон Коннор посетил Польшу. Приземлившись в городе Вроцлав, старое название Бриславль или Брислау. Это один из самых крупных и самых старых городов Польши. Джон Коннор направился на изучение очередной крепости звезды. Это Silver Mountain Fortress. Да простят мне мое произношение англичане. А на польском это Форт Сребрногора. То есть, по идее, это Серебряная гора. Ну и, как утверждают историки, он был построен в 1765-1777 годах, когда территория была частью королевства Пруссии. Сейчас форт является одним из официальных национальных исторических памятников Польши. Ну и давайте немножко истории этого форта. Как я уже сказал, он был построен в 1764-1777 годах по приказу короля Пруссии Фридриха II. Спроектирован он был прусским архитектором Людвигом Вильгельмом Регелером. Это только мы приглашали итальянских зодчих для строительства. Везде были свои архитекторы. Ну и нам говорят, что именно вот так вот он и был спроектирован. В последующие годы произошли незначительные дополнительные работы, но никаких серьезных изменений не было сделано. Комплекс состоит из шести фортов, нескольких бастионов и связанных с ними элементов. Комплекс расположен на вершинах Судетских гор. Он контролирует проход через Серебряную долину. Форт охватывает три холма. Острук – 627 метров над уровнем моря. Варунау-Гура – 686 метров над уровнем моря. И Вельки-Чохаль – 740 метров над уровнем моря. Форт мог укрывать гарнизон из четырех тысяч солдат, поставленных, чтобы выжить в течение года. Крепость была предназначена для охраны маршрута, связывающего прусские территории с богемными землями на юге. И таким образом помогать отражать любые возможные вторжения из Австрии. Стоимость строительства была зарегистрирована как 4,5 миллиона прусских таллеров. Эта крепость никогда не была захвачена врагом в осаде. 28 июня 1807 года этот форт успешно противостоял осаде наполеоновских войн во время войны Четвертой коалиции. Это, кстати, был единственный раз, когда крепость была местом активной битвы. А в 1860 году этот форт был объявлен устаревшим. Гарнизон уменьшился и был оставлен в качестве активной военной крепости. Ну а впоследствии он стал просто историческим памятником. Даже служил военным полигоном. В 1931 году музей. Ну и с этого года его ежегодно посещали 50 тысяч туристов. А во время Второй мировой войны крепость служила лагерем военнопленных. Он использовался как тюрьма для польских офицеров. А уже после войны крепость была частью земель, переданных из Германии в Польшу. Ну и только в 2004 году он был признан историческим памятником. Ну и давайте смотреть, что же это за форт такой, который даже сам Наполеон не смог взять в осаде. Вот так вот выглядит центральная часть этого форта. Я только что читал, форт располагается в горах, да еще на холмах. Примерно 700 метров выше уровня моря. Но тем не менее стены форта прям по горлышко засыпаны землей. А в центре мы видим углубление. Видимо откопанное. Ну либо построенное как блиндаж. Но если это так, то представьте, откуда в горах можно было взять столько земли, которую насыпать на крыши этих зданий. И это в 1764 году. В правом верхнем углу у вас сейчас всплывет подсказка на ролик про Шри-Ланку, где очень похожие крепости точно так же засыпаны землей. Но построены они были португальцами, голландцами за сотню лет до этой. Которая была спроектирована, еще раз повторю, прусским архитектором. Странно, что никакого прогресса в строительстве не произошло. Как строили крепости звезды в 16 веке, так продолжают строить и в 18. Вообще назначение этих так называемых крепостей звезд до сих пор непонятно. Ходит очень много разных теорий вокруг этого. Кто-то считает, что это допотопные газопроводы. Кто-то, что это некие энергетические центры, генерирующие атмосферное электричество. Нам же говорят, что это просто обычные фортификационные сооружения. Давайте на минутку отвлечемся от прусской крепости и перенесемся в центр Атлантического океана. На острова, принадлежащие португальцам. Это Азорские острова. И на одном из островов под названием Терсейра есть город Андрада-Эруаишму. Да, для сравнения, площадь этого острова 400 квадратных километров. Для наглядности давайте сравним его с Саратовым. У Саратова тоже территория примерно 400 квадратных километров. И что же вы думаете, на этом крошечном островке, в самом центре Атлантического океана, тоже есть крепость звезда? Удивительно! Кстати, очень часто я замечаю рядом футбольное поле. Вы можете самостоятельно поизучать в гугл планета Земля, этот остров, саму крепость. Я сам немножко полазил в этой крепости, посмотрел панорамы. Но мой маршрут быстро закончился на военной базе, где уже панорам нет. Оказывается, здесь расположены штаб-квартира военной базы и резиденции римско-католического епископа. Недалековато забрались-то. Но это так, информация к размышлению. Кто что думает, пишите в комментариях. Обсудим эту интересную тему. А мы вернемся к прусской крепости Сребрногоура. Джон Коннор находится как раз внутри этого бастиона, который размещается на вершине крепости. Мы взяли на себя смелость предположить, что это откопанная часть крепости. Частично некоторые строения уже отреставрированы. Это заметно по новой кладке кирпича. Но большинство строений находится в очень даже приличном состоянии. Но, возможно, они реставрировались раньше, в конце 19-го, начале 20-го века. Мы видим, что эти строения образуют некий колодец. А на крышах этих домов насыпана земля, тем самым образуя верхушку этого бастиона. Мне показалось интересным, что в окнах решили посушить дрова. Видимо, отопления в этом бастионе нет. И музейные работники, бедолаги, мерзнут в этой горной местности. Да еще если в подвальных подземных помещениях. Некоторые туннели, ведущие под землю, отреставрированы. Мы здесь видим свежую кладку красного кирпича. А некоторые из старого, уже местами обвалившегося красного кирпича. Обратите внимание на черный цвет кирпича. Это что, копоть или грибок от сырости? И странно, что пола как такового нету. Под ногами земля или глина. Но крепость и так стоит на высоте 700 метров выше уровня моря. Откуда же сюда глину нанесло? Или что, на этой глине прям так и строили? Вот, кстати, для сравнения, туннели реки Неглинка. Мне почему-то они показались очень похожи. Скорее всего, это такие же туннели, как и в этой крепости. Просто впоследствии их затопило, и по ним начала течь река. Но Неглинка это большая отдельная тема. Возможно, в дальнейшем мне удастся посетить экскурсию по этой подземной реке. И уже тогда поговорим о ней отдельно. Ну и мы видим, как Джон Коннор спускается в подземные помещения. Обратите внимание на высоту потолков. Они огромные. Для какой цели такие потолки в подземных помещениях? В которых и так холодно, сыро. Вообще непонятно, каким образом такие помещения могли отапливаться. Если даже в жаркий летний день здесь очень прохладно. Как нам говорят, форт мог укрывать гарнизон из 4000 солдат, поставленных, чтобы выжить в течение года. Интересно, где они жили? В этих подземельях? Ну если даже предположить, что и зимой, и летом здесь температура примерно одинаковая. Ну как в погребе. Плюс 2, плюс 3 градуса. Согласитесь, жить в таких условиях нельзя. Что же здесь тогда хранился годовой запас продуктов на 4000 человек? Что же это? Складские помещения? Овощная база? Или все-таки военный гарнизон? Ну и мы видим, что все до конца не откопано. Где-то дыры, заложенные тоннели, закрытые ходы, а под ногами сырая глина. Вот так вот выглядят неотреставрированные строения. Вот они внутри. Здесь мы видим углубления. Это явно следы от балок межэтажных перекрытий. Видимо, они либо сгнили, либо просто обвалились при пожаре, может быть. А вот одно из моих видео про фабрики Саввы Морозова в Орехово-Зуево. Обратите внимание, как похожи эти строения. И кладка, и толщина стен. Да просто картина одна и та же. Только историки датируют эту крепость 1764 годом. А фабрику Савва Морозов строил в конце 19-го, начале 20-го века. Интересно. Посмотрите на фотографиях, какие отвалы строительного мусора. Тут и кирпич, и камень, земля, песок, глина. Все вперемешку. Такое впечатление, что разгребали сами здания, вычищали из них. Но каким образом в эти здания могло попасть столько песка, земли, глины, мне непонятно. Очень интересно, что все здания здесь выполнены из красного кирпича. А отделом сам форт, стены уже из камня. Как будто ему специально придавали такой средневековый вид. В той же Шри-Ланке стены и сами строения полностью состоят из камня. А тут видите, какая конструкция? Если отодрать этот камень, эта крепость могла бы смахивать на наши промышленные строения. Того же Павловского посада или Орехова Зуева. А может это и не крепость вовсе. Похоже на какие-то шахты или штольни. И почему Сребрена Гура, Серебряная Гора? Может быть здесь добывали серебро? Вот, кстати, на карте у подножья этих гор, так называемых крепостей, расположен город. Название Силберберг. Но почему-то Википедия нам описывает этот форт именно как форт. А про добычу серебра или горное дело вообще ни слова. Вот тут хорошо видно разваленные из кирпича, обложены камнем. А вот тут же арки полностью из камня. Но нам говорят, что этот форт не перестраивали. И не достраивали. Он просто перестал использоваться как военная крепость. И мне не очень понятен так называемый ров вокруг этой крепости. Так как сама крепость находится на высоте 700 метров выше уровня моря, водой этот ров не наполнить. Она вся уйдет вниз. И что за окна, которые выходят внутрь рва и заваленные арки? Такое ощущение, что эту крепость просто не до конца откопали. Но при этом придав ей вид, что вот, у этой крепости есть ров. Все как полагается. Но на самом деле у меня лично сложилось такое ощущение, что этот ров, откопанный, как будто просто прошли бульдозером, обнажил другие здания этого комплекса, которые, видно, уже не одну сотню лет находились под землей. И вот здесь Джон Коннор нам показывает, что вся территория вокруг этого комплекса заполнена закопанными строениями, которые точечно откопали. Так как откопать все, у поляков просто нет ни сил, ни средств. Вы посмотрите, под каким слоем земли находится строение. Это же не изнутри строилось. Это нужно было привезти сюда кирпич, построить строение, а потом засыпать все землей. Обратите внимание на слой этой земли. Но очертания звездчатых лучей просматриваются очень четко. Будь то даже развалившиеся строения, или просто насыпи, возможно, под которыми еще не откопаны такие же строения. Конечно, с самой высокой точки открывается неимоверно красивый вид. Это видео Джон Коннор снимал в начале весны. Травка только начинала зеленеть. Листья на деревьях только-только начинали распускаться. Поэтому обзор очень хороший. Даже видны далекие строения, видимо, также относящиеся к этому комплексу. Ну и здесь Джон Коннор с вершины нам показывает как раз очертания углов, так сказать, лучей звезды этого комплекса. Ну и давайте опять отвлечемся, и я покажу вам одно видео. Оно называется «Крепости звезды. Рождение звезды». Оно опубликовано на YouTube-канале Ломоносов. Ссылку на полное видео я оставлю в описании к этому ролику. Здесь автор работает с Google-картами. И есть такая функция, что можно посмотреть, как выглядело то или иное место год, два или десять лет назад. Вот так выглядит крепость звезда в 2013 году. А в 2007 году здесь чистое поле. Это не единичный случай. Дальше. 2016 год видим сооружение, напоминающее нам крепость звезду. Отматывая на 2007 год, мы видим якобы формирование этой крепости. 2005 год, опять чистое поле. И то же самое здесь пять лучей звезды. Такое ощущение, что здесь даже прорыты рвы. 2005 год, видно, что место только начинает формироваться. 2003 год, мы видим самое начало. Углы закругленные, никаких рвов нету. Сами видите разницу между 2003 и 2015 годом. Очень интересно услышать ваши комментарии и по этому поводу. Что это на самом деле? Откапываются так эти крепости звезды? Или они действительно строятся для изменения истории в очередной раз? Или это какие-то глюки с фотографиями со спутников в гугл-картах? Пишите в комментариях. Очень будет интересно услышать ваше мнение. Ну и в очередной раз возвращаемся к нашей Серебряной горе. Вот здесь вот мы на картинке видим план. Видимо план комплекса этого. Вот это, я так понимаю, город. Здесь написано Сребряная гора. На другой карте он был обозначен как Селберберг. Вот форт Острок. Форт Высокоскала. Дон Джон. Форт Роговый. Форт Чочоймали. Тут дальше Батерия Тарасова. Батерия Казаматова. А, Батерия. Батарея. Батарея Тарасова, Батарея Казаматова и Редут Скоржидлова. Ну я так понимаю, они все были соединены подземными какими-то строениями. Хотя вот от форта Острога такая идет якобы тропиночка, виляющая зигзагами. А уже от основного строения идут четкие линии между фортами и далее к батареям. Ну и вот здесь вот Джон Коннор показывает нам главный вход вот в этот вот бастион, самый верхний, с закругленными башенками в виде четырехлистного клевера. Вот какая по идее толщина стен. Но соответственно эти стены и есть те строения, которые засыпаны, разломаны, наполовину виднеются. Я уверен, что это все отремонтировали, сделали такие декоративные арочки, отштукатурили, повесили красивые двери. Так как выходя отсюда мы видим некий мостик, мостик через ров, хотя ров здесь совершенно не предполагался. Так как внутри рва мы видим заложенные арки, окна. Объясните мне функционал этого рва, когда можно прыгнуть в ров и залезть в окно и попасть внутрь этой крепости. Скорее всего все эти строения здесь соединялись, образуя некий комплекс, который просто засыпало слоем глины. И сейчас, откапывая, оно приобрело вот такие вот очертания. Нарисовался мост, ворота и так далее. И еще раз повторю, что меня очень удивляет, что внутри строения из красного кирпича снаружи обложены вот таким вот камнем. Камень разной фракции, разного цвета. Возможно, это остатки каких-то старых стен, разрушенных каких-то сооружений. И решили, чтобы добро не пропадало, укрепили им стены из красного кирпича. Но это мое предположение. Ну а что же сам город, Вроцлав? Площадью почти 300 квадратных метров и населением 640 тысяч человек. Основанный в 9-10 веке нашей эры. Поверьте, в этом городе есть что посмотреть. Как я уже говорил, Джон Коннор в Вроцлав прилетел ночью и немножко ночных фотографий этого города. Прямо с первых кадров старинные здания. Видно, что по пояс засыпанные. Очень куценько выглядят первые этажи, лестницы. Архитектура, конечно, потрясающая. Кому ставить это в заслугу? Австрии, которая отказалась от прав на этот город в 1764 году. Или Германии, которая завоевала в 1741 году Бреслау и присоединила его к Пруссии. Смотрите, Пруссия, Боруссия, Россия. Все так и подчеркивает глобальный мир с одним центром концентрации, который впоследствии разделился на множество государств. Что это за здание? Замок или текстильная фабрика? Вот на этой фотографии тоже здание, но уже днем. Красный кирпич, не оштукатурено. По мне, так очень знакомая архитектура. А вон там и окошки, уходящие под землю. Смотрите, какая красота. Какие крыши, шпили, срезанные углы зданий. Просто замечательно, замечательно вписалась дверь в оконный проем. Но даже она не портит красоту этого здания. Смотрите, колонны, статуи. А мне интересно, многие из вас вообще слышали про такой красивейший город Вроцлав? Видите, как здесь соседствуют старые здания с закопанными первыми этажами? И новые коробки. Вот вам наглядный пример, как строим сейчас и как строили раньше. Смотрите, какие интересные персонажи здесь изображены на этом доме. Здесь лягушка. Краб. Видимо, здесь министерство рыбной промышленности какой-то располагается. Или это символика потопа, а? А на этом здании, смотрите, наши любимые даты. Здесь 1891 год. А здесь 1893. Что ж получается, одну половину дома сделали, потом решили сделать другую? Или половину дома сдали, а остальную половину доделывали? Вот очень похоже, что отреставрировали, заселили, отремонтировали, а через пару лет и другую половину заселили, отремонтировали. Но согласитесь, сейчас по полздания никто не сдает. Разве можно себе представить, что строится 25-этажное здание, первые этажи уже заселили, четвертый, пятый еще строятся? Это же абсурд. А вот, смотрите, какое красивое здание, символика ракушки. Очень знакомое, да? 1899 год. А тут, смотрите, прям статуя свободы. Ну, здесь, видите, тоже не обошлось без культурного слоя. Как говорится, полэтажа присыпало. Или так строили, и здесь жила прислуга. Тут показания расходятся. А вот, видите, здесь вообще заложены окна. Здесь, скорее всего, жила слепая прислуга, которой свет, в принципе, и не нужен был. Опять мы видим, дверь сделана из оконного проема. Ну, а где же тогда настоящие двери? А здесь, смотрите, какая симметрия. С одной стороны окно, а с другой стороны дверь в оконном проеме. Очень симметрично. Смотрите, и здесь дверь в оконном проеме. Да что ж такое-то? Где двери? Смотрите, и здесь. Какой бы город Джон Коннор не посещал все одно и то же. Окна под землей. Двери, переделанные из оконных проемов. Это и Новая Зеландия, и Шри-Ланка, и Копенгаген, Дания, Италия, теперь Польша. Но не может же быть такого, что по всему миру так строили. Штукатурочка облетела, под ней красный кирпич. Обратите внимание, какое красивое здание со шпилем. Это мы еще не разбираем, что там на конце шпиля. И все бы хорошо, но арка выдает закопанность этого здания. Но никак она не вяжется с такими высокими окнами на втором и третьем этаже. Минимум один этаж здесь закопан. Ну и здесь то же самое. Посудите сами. Прекрасная архитектура, шпили, высоченные этажи, огромные окна. И какие-то куцые лесенки, полуподвальные этажики. А что с дверью? Дверь вообще приплюснута получается. Кто-то еще хочет сказать, что так строили. Но в этом случае скажут, здание старое, оно осело под своей тяжестью. Либо строили дорогу и положили 6 метров толщиной брусчатки, одну на другую. А к чему экономить-то? Камней полно. Ну и смотрим здание. Подвальчики. Ну а здесь сами видите уровень мостовой. У нас это называются оконные приямки. А здесь не стесняясь отрывают этаж. Облицовывают плиткой. А к дверям в оконных проемах делают мостики. Так строили. Ну и вот, смотрите, Джон Коннор снимает панораму города. Это центр города. А вот тут явно стояло какое-то здание. Здание, видимо, снесли, а старый фундамент остался. А фундамент ли это? Или что-то другое? Смотрите, какие подземные окошки в этом фундаменте. Да, как-то не очень смахивает на фундамент. А скорее на какие-то коридоры, комнаты. Смотрите, окошки, арочки. Видно разрушенные дугообразные потолки. Заложенные окна. Вот они ваши цокольные этажи. Так называемые этажи для прислуги. Так строили. А я считаю, что так не строили. И считающих как я становится все больше. А во второй части этого фильма я вам покажу средневековый замок Ксёнс или Фюрстенштайн, который посетил Джон Коннор и отснял очень много интересного материала. Ну и ждите еще одну крепость-звезду. Как говорится, продолжение следует. Ну и на этом все. С вами был председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Увидимся в будущем. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok